Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, у вас ещё проблемы. О, вот и дробовик. Да. Сейчас всё снимем, сейчас всё сделаем. Хотя бы светло стало. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, эм... Нет, я не думаю, что твой тайник тебе чем-то поможет. После того, как эти твари разорвали Бобби на куски. Даже газом не моргнув. Не упрямься и отправляйся в убежище. Я тоже иду туда. Увидимся на место, хорошо? Да, он на место пришёл. А что за тайник, стой? Тайник чего. Хотя... Большого вербульчика лучше не выпускать. Блин, всё равно переключается между дробошом, потому что я привык, что... То, что ближайший... Ближний бой, типа оружия, да? Отличная работа! А теперь надо зачистить всю зону! Всё. Расслабились, ребятки вы. Тааа, давайте, давайте, группирование, сгруппировано. Рубки Гамма закрепится здесь. Декард, проберись вперёд и выясни, что задумал противник. Видишь того, вовольство завоевает? Не дай ему меня прикончить. Окей. Всё. Ты жив. Видите, как оно слазит? Чисто стреляем, и оно слазит. Отличная собор. Так, 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 хорошо. Подержитесь, продержитесь. Распределение отрядов по типам тварей. Вервольф, Лимоса, группа одного захват. Первый захват. Вервольфы, группа два. Группа три, поддержка при захвате. Минотаврю, группа четыре, положить при обнаружении. Доложить. Щупальцы, группа пять, захват или уничтожить. Так, у нас щупальца, скорее всего, это Дриада. Вот это было. И Минотавр. Вот. Один из новых. Минотавр. Я упал. Херово. У нас, может, будет Минотавр и... И, и, и. Как он называется? Минотавр и Грифон. ГГ. Так, а подняться я забраться не могу, да? А, не могу. А тут, в принципе, ничего нету. Может ли это быть место, убежище, о котором мы говорили? Чёртовы призраки. Так, я слышу что-то большое. Окей. Я помню, вот Минотавры, у них слабое место. Ну так, что мы там ищем? Это спина. Вот. Минотавры. Питак. Минотавры. Минотавры. Я, конечно, не специалист, но я помню, что у него слабо место, это спина. В спину он получает двойной урон. В спину он получает двойной урон. Вот это один из двух врагов, с которыми я не хочу сражаться, потому что им нужно очень много патронов в тело. Это Юрифон и Минотавр. Минотавр. Так, та-та-та-та. В греческой мифологии Минотавр был наполовину быком и наполовину человеком. Среди... так... Спереди у них ничего прочного. Практические пули... А, спереди у него очень прочная, практически пыленеприобиваемая шкура. Этот разъярённый бык неутомимо бросается в атаку и готов проламывать стены, чтобы добраться до добычи. Моё единственное преимущество перед этой тварью — ловкость и быстрота реакции. Сзади он более уязвим для нападения. Нужно только... Уди... так... Удернуть и подобраться к чудовищу со спины. Но это тяжело сделать, потому что он по КД на тебя просто идёт. Вы скажите, зачем делать большие такие места? А я вам скажу, для чего. Для того, что здесь будут всё равно враги. По крайней... Большие враги. По крайней мере, большие враги будут. Я не слышу двух оборотней. С правой стороны и сверху. Ну, вы видите, здесь же не просто так оружие даётся. Так много. Вертолёпы десантируют подкрепление Чёрного Ордена! Чёрного Ордена! Чёрного Ордена! Я могу просто сейчас Ну чисто пока что для этих врагов Овервольфа по идее можно поджечь если не ошибаюсь Я не буду загореть У нас тоже типа дело спорное Спасибо Ну ладно мне помочь Хочет Но ангелы мне показывают туда прыгать Так еще пальца А это Эхидна Внимание нельзя использовать коктейль молотова Когда от тебя хватает эта тварь Ну понятное дело что я тоже подгорел Если не ошибаюсь мы в этой серии Должны эту тварь как раз убить Мало и кто-то дышит из внутри Мало и кто-то дышит из внутри Стремно Ладно призраки но Просто что-то дышит Группа Вега сообщите где вы находитесь Где-то Мы видим собор но до него еще не меньше мили Ну да конечно Черт возьми как можно вообще захватывать такое щупальце Оно ведь наверняка прикреплено К какому-то еще крупнее К чему-то еще крупнее Кто-нибудь видел тело которому оно принадлежит Мы знаем то что всего лишь два щупальца есть Так давай наверно дробовик К чему-то шумит Я переключился на дробовик из-за того, что я подумал, что там как-то хер будет. Ладно, забейте, мне... Меня это напугало? Я дернулся. Ну, беда. О, вербольше туда пошли. Сейчас рассмотрим, что здесь у нас есть, и пойдем тоже. А наверх мы пойдем. Так, обри, это... Гертрудан. Я слышал, в города лютуют какие-то чудовища. С тобой все в порядке? Приезжай ко мне как можно быстрее. Окей, ешкин. Блин, я не... Бесит вот это... Вот это переключение бесит, конечно. Вообще посрать. Я просто иду в собор. Так, я вижу гранаты, молотово. Автомат. Давай, давай, убиваем, убиваем. Раз на раз. Ладно, сами разберутся. Так, раз, готово. Идем за пулями. О, ты выжил? Куда ты смотришь? Там кто-то есть? Так, теперь мы в соборе. Хорошо. Понимаю. Привет. Дальше меня не метнут. Метнули. Вот здесь плющи, но почему-то я до ряда не вижу. Зачем я это делаю? Я чтобы если здесь сейчас на меня нападут. Вот-вот, видите? А что, а что он будет меня кидать? Вот меня ничего не будет кидать. Ой, а дверь может кинуть. Окей, он ее просто открыл. Я на самом деле себя просто обезопасю. От всего этого. Поэтому... А не вей. Ну, давай. Видите, я так бы они сейчас у меня предметом и кидались. Поэтому я все сделал по красоте. Деккард, ты не подходи к собору. Большая часть отряда черного ордена находится внутри. Я готовлю штурмовую группу. Постарайся пробраться в собор и свяжись с нашими штурмовиками. Хорошо, как. Снова до хера оружие дают. Деккард. Деккард, давай сюда. Тихо. Не стоит отвлекать волков от еды. Да не, это не. Их тут трое. Если мне будем шуметь, может, и просто шумим не будет. А кто-то ветер? ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! КАЙОЛ-КИ 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 А это со... Видите, сколько ему нужно патронов? Все, неужели? Зачем мне вот эти предлагают брать, если... Ну блин, идти потом прицел, бой. Если был бы прицел такой же, то я бы взял. Но энергия от них просто куча остается. Все, вот ты хотя бы выжил. Так, ну вот как раз, как я и говорил, два врага это Минотабры и Рефон. Идешь? здорово черный орден надежно они устроили оборону на верхнем ярусе чтобы прикрывать этот вход выбора нет, это единственный путь берите побольше припасов не забудьте зажигательную смесь иногда простые средства лучше сложно уж поверьте блин ну она прицельная что в атаку, ребят? нам придется преодолеть зону поражения прежде чем мы сможем до него добраться ну дайте я пройду тогда монахи с оружием убил поднялся, убил поднялся 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 ВОУ! ВОУ! ЗАРАЗА ВОУ! окей, 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 сейчас все сделаем я бы его просто взломал привет а вот теперь можно поселиться видите, они типа хорошо стреляют да не зря здесь это все я еще не готов ну подожди, переключаюсь мой дробовик упал давай вниз по лестнице к нам идет выкрепление я дробовик просрал ну подожди, а что там? медленно как-то стамина восстанавливается не, ну это, скажите, оружие просто офигенное против мобов 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 тихо 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 тихо, живем, живем мобовик мобовик УТЕ? Серьёзно? Лол. Впервые вижу к УТЕ. Не, Серёг, как бы я не играл в эту игру, я впервые вижу к УТЕ в этой игре. УТЕ? СТРЕБО! Докладом. Переноснов, немёт, F-451, производство... Так, экспериментальное оружие стреляющее длинной струё, обжигающее пламени. Разработчик как будто намеренно создал оружие против твари. Нападающие стаями. Вид урона огонь. Боеприпас один литровый топливный баллон. Я как понимаю, теперь мне дробаш вообще, блядь, вставать нам будут. Это плохая новость. А куда мне идти? А-а-а. Всем группа! Я заберу себе шабрадового диска. Хорошо. Забор наш! Повторяю, забор наш! Вход в лабораторию свободен! Спустимся и посмотрим, что там у нас там не надо! Ну короче, место дробовика я буду теперь пулемёт юзать. Хотя и ту, и ту хорошие. Что там за телка лежала? Шестой! Декард вытащил жесткий диск из компьютера Лиффея. Похоже, там зашифрованная база данных Черного Ордена. Вас понял, Бетта. Привозите эту штуковину в штаб. Увестные наши ребята повозятся. Когда мы вернулись в Лондон, весь город горел. Твари, выпущенные из ящика Пандоры в Нью-Йорке, разлетелись по всему миру. Никто не думал, что такое возможно. Вся планета была охвачена этим безумием. Твари нападали на самые крупные города с многомиллионным населением. Словно хотели снова загнать человечество в каменный век. Большинство людей сочло, что настал конец света. Они ошибались. Это было только начало. Какие гольмы? Мы с Вивен займемся жестким диском, Декард. Располагайся в библиотеке, изучай ситуацию. Захочешь нас проведать, приходи в лабораторию. Ну вот и все, ребят. Давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok